РСЗО «Град» у линии фронта между Донецком и уже пресловутой Авдеевкой, потому едва успеваем закрепить. Вступает приказ на пристрел двумя ракетами. Так проверяют координаты для последующего основного залпа. Кроссовках тут не прошли бы. Ну вот сейчас пойти. Да, идут. Бойцу с гранатометом приходится почти в полный рост вставать над позициями, и потому его прикрывают и слева, и справа пулеметной и автоматной очередью сослуживцы, чтобы никто с той стороны не смог начать так называемую работу. До ВСУ тут и правда считанные метры, хотя говорят, с той стороны данные не стоит, опасно для жизни. Вся территория между донецкими россиянами и украинской армией заминирована. Вокруг снайперы, но при этом поддерживать... Больше работы, больше целей. Ну сейчас для нас, именно для нас, реактивной батареи, целей меньше. Они больше скапливаются мелкими группами. Нет смысла использовать залповые системы для уничтожения нескольких против. Достаточно бойцов, и они готовы к обороне. Короче, встрял. Что там происходит под Авдеевкой? Вопрос, который уже набил почти всем оскомину, но не задавать его бойцам из раза в раз невозможно. Из того, что видим своими глазами. Вот она, промзона на юго-востоке Авдеевки. Точнее то, что от нее осталось, и разбито там очень много строений. А что такое прилетел? РПГ. Чтобы понять реальную ситуацию съемок, с одной стороны, недостаточно. Идем на другой блокпост и интересуемся ситуацией в этом секторе. Трасса Донецк-Горловка. 8 лет как закрыта. С той стороны кто стоит, вы знаете? Там... Простенькие, мобилизованные или... Были наемники с Польши, с Грузии... Сейчас там вроде правый сектор стоит. До этого, до наемников... Не хронотации там были. Не хронотации там постоянно. Простень鬼. Простенький. Редактор с вами был и не подしゃ dolений. Кор成員. Едемцы там в первый раз. Корректор с вами был большин. Корректор 2막기� Трасс. Продолжение следует...